Израиль опасается, что Сирия откроет против него второй фронт. Об этом сегодня Владимиру Путину рассказал израильский премьер Беньямин Нетаньях. Он прибыл в нашу страну, чтобы заручиться поддержкой Москвы в урегулировании ближневосточного кризиса. Ситуация ухудшается, считает в Тель-Авиве, и для наведения порядка требуется вмешательство России. Репортаж Алексея Петрова. Нетаньяху прилетел в Москву, понимая, как стремительно растут силы террористов на Ближнем Востоке. ИГИЛ становится всё более явной и мощной угрозой. Присутствие в составе делегации председателя Совета безопасности Израиля не оставляет сомнений. Разговор и о Сирии, и о растущем влиянии Ирана. Иран и Сирия вооружают радикальную исламскую террористическую группировку Хизбалу современным оружием, направленным против нашей страны. В последние годы тысячи ракет уже были использованы против жителей Израиля. Параллельно с этим Иран при поддержке сирийской армии пытается создать второй террористический фронт против нас на голландских высотах. Что касается обстрелов, то мы знаем, и вы в курсе, мы осуждаем эти действия, обстрелы израильской полиции. Насколько мне известно, производят это из ракетных систем кустарного производства. Что касается Сирии, то мы с вами понимаем, сегодня сирийская армия и Сирия в целом в таком состоянии, что ей не до открытия второго фронта, и ей спасибо свою собственную государственность. Тем не менее, я понимаю, вполне большая озабоченность. И очень рад, что вы приехали для того, чтобы обсудить все детали. Собственно, главный итог – договоренность о создании механизма координации между российскими и израильскими военными. Об этом заявил премьер-министр Израиля. Сам факт, насколько быстро был спланирован визит, Нетаньяху даёт понять, с какой тревогой в Тель-Авиве воспринимают всё, что происходит в Сирии. Боевики исламского государства уже открыто угрожают уничтожить Израиль. И каким бы ни было отношение к Башару Асаду, ослабление его позиций несёт гораздо более значимые угрозы. Победа радикальных группировок, а проще говоря, террористов, будет означать, что Израиль остаётся с ними один на один. И добрые отношения с США едва ли гарантия безопасности. По крайней мере, всё последнее время дружба с Вашингтоном для Израиля оборачивалась лишь всё большими угрозами со стороны исламистов. К переговорам в Новогорёво приковано внимание во многих столицах. На Ближнем Востоке, в Европе следит за ними и Вашингтон. Сам по себе визит Нетаньяху ещё одно подтверждение того, какую роль может сыграть Россия в урегулировании сирийского кризиса, который уже зашёл слишком далеко. Нетаньяху, очевидно, хотел услышать от Путина, так как в Москве видят возможное урегулирование сирийского кризиса и что предлагают. Конечно, в Израиле не скрывают своего особого мнения, и в этом смысле лёгкого разговора никто и не ожидал. Несомненно, впрочем, что Москва и Тель-Авив, когда надо, умеют слышать друг друга. У Израиля и России есть общие интересы, обеспечение стабильности на Ближнем Востоке. Я здесь из-за сложной ситуации на нашей северной границе. Диалог между нами всегда был в духе взаимного уважения, даже когда позиции сторон не совпадали. Я уверен, что так и будет продолжаться. Будет, уважаемый господин премьер-министр, должны сомневайтесь. Мы никогда не забываем, что в государстве Израиля проживает очень много выходцев из бывшего Советского Союза. Это накладывает особый отпечаток на наши государственные отношения. Все действия России в регионе всегда были и будут очень ответственными. Встреча с Нетаньяху – это ещё и повод поздравить с датами, которые важны для каждого израильтянина. Знаю, что совсем недавно в Израиле отмечали Новый год. Роша Шана по израильскому. Хочу вас всех поздравить. Завтра, по-моему, начинается пост. Это тоже воспринимается как праздник. Емкий пор, и я хочу вам пожелать всего самого доброго. Говорят, в Израиле хорошие записи в книге жизни, да? Спросуем. А уже после формальной части президент России спустился со своим гостем, чтобы лично проводить того до автомобиля. И даже на улице разговор ещё долго продолжался. Причём эти дружеские похлопывания лучше всего говорят о тоне беседы. Собственно, цели у Москвы и Тель-Авива общие – сдержать напор террористов. И для Израиля эта задача жизненно важная. Алексей Петров, Ирина Виноградова, Антон Косимович, Владимир Егоров. Вести. Московская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова